Добрый вечер, уважаемые трейдеры, как обычно по вторникам в это время у нас вебинар по текущей ситуации на рынках. Приветствую всех, сегодня 16 мая 2017 года, я Фред, представлюсь для тех, кто возможно впервые заходит в наш вебинар. Я трейдер, управляющий активами, торгую практически на всех рынках, кроме облигаций, в рынке моя жизнь, страсть, судьба, наверное. И каждый вторник я хотел бы с вами делиться какими-то идеями, дискуссировать, обсуждать текущую ситуацию с точки зрения фундаментального анализа, больше, где-то техническую картину разглядывать, искать моменты входа, оценивать важность будущих событий и ретроспективно просматривать прошедшие события. В ближайшее время у нас будет немало интересного, это и заседание ОПЕК, буквально через 9 дней, не совсем скоро. Это и ФРСское заседание, тоже не скоро, конечно, но близится уже все ближе и ближе. И вообще рынки на максимумах, что ждать, чего ждать от этой ситуации, когда ждать разворота. Ну давайте по порядку начнем. Я обязан показать вам, ну помимо того, что я представился, показал имя, фамилию, и обязательно нужно предупреждать о рисках, что маржинальная торговля влечет за собой возможные потери. Дальше вот контакты, Admiral Markets, организатор этого вебинара. И если вам что-либо нужно, какая-либо помощь, начиная от того, что не включается MetaTrader и заканчивая какой-то помощью по, например, Supreme Edition, приложению Адмирала, наверняка многие знают и пользуются, то вот пишите, звоните, всегда вам помогут. Что касается вебинаров, пишите мне, я оставлю потом Skype, всегда можете предложить тему вебинаров. А теперь у нас вебинары тематически будут проходить не каждый четверг, все-таки это слишком ускоренный темп, столько тем не хватает, все самое горячее обсудили, тем более мы уже почти год собираемся и по четвергам, и по вторникам. Так что будет два раза в месяц. И более того, статью о том вебинаре, который предстоит провести, о тематическом вебинаре, вы можете прочитать на сайте Admiral Markets. То есть сначала будет статья, о чем мы будем говорить на вебинаре, расширенная, и потом будет уже сам вебинар. Вот такой мы решили сделать формат. Ну или наоборот будет вебинар, и потом на сайте будет посвященная этой теме статья, которая всегда будет там лежать. Вы можете видео посмотреть в YouTube и прочитать эту статью, посвященную конкретному вебинару. Итак, давайте глянем, что у нас происходит на рынках. Для этого я обычно пользуюсь календарем от самого Admiral Markets. Это очень удобный календарь. Иногда какие-то слова неправильно переводят, но это мелочи на самом деле. Я убежусь, что вы видите мой экран. Конечно же он спрашивает, разрешить плагин или нет. Я каждый день провожу семинары, и каждый день он спрашивает о плагине. Запустить, надеюсь, сейчас все должно быть видно. Вот, отлично. Так, всем добрый вечер, кто опоздал. Оксана, Алексей, Юрий. И включаем наш сайт Admiral. Собственно, вы должны сейчас видеть сайт Admiral и раздел календарь Forex. Если видно, напишите плюсы, и я начну говорить о текущих событиях. Отлично, уже видно, я вижу, Татьяна, Юрий Александровна написали, что видно. Ну, мы не будем сейчас распределять новости по важным, неважным. Мы просто пройдемся, чтобы много времени не тратить на фильтр. Лишь впишем даты. Понедельник, вчера и пятница, девятнадцатая. Это вот текущая неделя, последний день текущей недели. Пускай будут все новости по странам разделим. Ну, ладно, пускай будет Австралия. Я обещал уже ее рассматривать, хотя, конечно, давно не торговал австралийцем. Упустил этот момент, когда постоянно следил. И теперь нужно наверстывать. Что у нас еще? Штаты. Ну, Францию оставим, пускай будет. Я вам покажу доходность облигаций. Она отрицательная. Я уже показывал в прошлый раз. Китай, Германия, конечно же. Ну, Японию включим. Испания, пускай будет, не мешает. UK и Еврозона. Применить фильтр. И даже мы можем сделать на русском. Давайте сразу на русском поставим. Что еще тут есть у нас языков? Латышского нет, украинского нет, эстонского, литовского тоже нет. Да, ну, у нас такой общий будет знаменатель для всех стран, из которых у нас подключены слушатели. Русский язык. Я увеличу шрифт. Пускай будет вот так, на весь экран. Отлично. Ну, протокол заседания Резервного банка Австралии. Очень важно. Что такое протокол заседания? Для тех, кто не знает и не слушал наш вебинар, это вообще любимое слово или любимое выражение. Касательно процентных ставок от центральных банков, часто мы обсуждаем именно протокол. Или иногда его называют, сейчас убежусь, что все видно, слышал. Или иногда его называют минутки. Например, минутки ФРС, минутки Банка Англии. Minutes, да, переводится английского. Это то же самое, что и протокол. Протокол нам показывает, рассказывает о том, что на прошедшем заседании, на последнем заседании происходило. Кто за что голосовал, сколько членов проголосовали за сохранение, если ставку сохранили. Кто за повышение, кто за понижение. Редко бывает, что кто-то за понижение, кто-то за сохранение, кто-то за повышение. Такого разнобоя давно я не видел. Такого разброса голосов разнонаправленного давно не видел. Обычно, допустим, 8-1. 8 за сохранение, 1 за повышение. И давайте посмотрим, что нам показывает система, когда мы кликаем. А, ну, он показывает процентные ставки. И что, наверное, процентные ставки не показывает именно минутки. Ну и ладно. Транспортные средства в Австралии продажи мало кого, наверное, волнует. Хотя, если вы торгуете компаниями, производящими запчасти в Австралии, конечно же, это важно. Но для Форекса, даже для австралийского доллара это не столь важно. В Японии тоже все зеленое, это неважные новости. Инфляция во Франции, разные есть виды инфляции. Ну, вот тут опубликована вся линейка, почему-то отнесена к зеленому цвету, то есть маловажному. Ну, наверное, да, инфляция во Франции достаточно низкая. Мало кого она сейчас волнует. Обратите внимание, год к году окончательная инфляция ожидается 1,2. Было 1,1. Такой низкой инфляции мало какая страна из крупных может похвастаться такой инфляцией. Испания точно не может, соседи, мы уже говорили об этом много раз, и Германия не может. Так что, видимо, поэтому нет проблем, нет важности. Вот из такого принципа исходит. Да, по Британии сегодняшние данные, давайте посмотрим эти данные, которые вышли по Британии. Помните, в прошлый раз я говорил, что инфляция в Британии достаточно важна. Как она повлияет на фунт, это другой вопрос, но стоит отслеживать с точки зрения понимания того, что будет делать Банк Англии, обязательно стоит отслеживать инфляцию, потому что она является ключевым фактором для решения Банка Англии. И они даже открыто об этом сказали. Человек, который голосовал за повышение, однозначно привел в качестве аргумента именно инфляцию. Итак, вот она выходила, разные виды инфляции. Базовая – это Core, то есть за вычетом продуктов питания и топлива, нефтепродуктов, оказалась выше, причем сильно выше, 1,8 ожидалось уже 2,4, точнее было 1,8, 2,4, ожидалось 2,2, ну достаточно много. Это базовая, то есть на нее не может повлиять нефть или продукты питания. Это вот чистая инфляция в экономике. Закупочные опустим, хотя тоже выросла почти на уровне ожидания 16,6,17. Дальше индекс за месяц к месяцу не сильно, как ожидали, так и получили. Индекс розничных цен, так называемый CPI, наверное, или это что-то другое, индекс розничных цен. Да, это обычный CPI, наверное. Нет, вот он обычный CPI. Тогда что такое индекс розничных цен, я немножко не понимаю. Ну и бог с ним. Итак, вот она инфляция год к году 2,7. Было 2,3, ожидали 2,6. Почти, почти у нас 3%. Если помните, мы как-то говорили на эту тему, что Британский Банк Англии, так правильно его называть, не удивится. Я вот повторю даже свои слова. Я сказал, что Банк Англии не сильно удивится, если инфляция в какие-то моменты будет достигать 2,7-2,8. А вот если посмотреть на фунт, и так, это Admiral Market Super Edition приложение, фунт. Видите, такого прям космического взлета, это Дэйли, надеюсь, да, это Дэйли, фунт USD. А, секунду, переключу. Космического взлета вверх на такой инфляции мы не видели, не было. Собственно, с одной стороны это странно. Как так? Инфляция, ключевой показатель. Банк Англии уже переживает по поводу инфляции. Там один член комитета по монетарной политике, уже по кредитной политике, неважно, как он называется, уже повышал один раз, голосовал за повышение ставки. Где-то это было вот далеко, да, задолго до Терезы Мэй, распуска парламента. Ну, было, был вот такой пробой. И тут мы получаем инфляцию выше, чем ожидалось, и намного выше, чем было. А фунт, ну, так себе немного поколебался. Давайте на часовом посмотрим. Я в это время, как Женя, выступал, так особо не смог за реакцией рынка проследить. Ну, наверное, это вот здесь где-то было. Сейчас у нас 20-40, 21-20, точнее 0-0, 19-18, 17-16, 15-16. Да, вот здесь эти две свечи должны были быть. Первая реакция вниз, а потом вверх, а потом вниз. В чем секрет? Почему фунт не отреагировал бурным ростом? Тем более, вот после такого флета сам Бог велел одной свечой уйти вверх, как при распуске парламента или хотя бы половина этой свечи. Но даже похожего не было. А вот в чем секрет. Все, так сказать, входит в параметры, в расчетные, если можно так сказать, в ожидаемые параметры Банка Англии. И ничего страшного не произошло. Я бы, конечно, держал все-таки покупки, не шортил бы фунт. Все-таки тренд нам указан и фундаментально указан, и технически указан. Ну, вот так Ромик не отреагировал, потому что он понимает, что в принципе это ожидает Банк Англии. И это не будет значить, что на следующем заседании сразу все 8 членов или сколько их там проголосуют за повышение ставки. Похоже, что уже Банк Англии об этом говорил. Нет, он точно говорил об этом в своем пресс-релизе. И похоже, что Банк Англии не должен, по идее, так бурно реагировать и чего-то бояться. Вот если эти 2,7-2,8 будут стабильно, перманентно держаться, без разворота, никаких там 2,3, снова 2,2, а стабильно несколько месяцев 2,7-2,8, может даже где-то 2,9-3, вот тогда это уже будет немножко неконтролируемая инфляция. Ну, а разовые всплески, пока рынок на это смотрит с пониманием, думая, что Банк Англии в принципе ожидал такого сценария. Вот вам, на мой взгляд, конечно же, субъективный, может там масса других причин, мы никогда точные причины не знаем, на мой взгляд, субъективный, вот в чем кроется тайна не выхода британского фунта на новые локальные максимумы, хотя, видите, 0,4 разница. Ну и плюс, ожидали тоже где-то похожее 2,6, да, вышло выше, но это выше, вот эта цифра 2,7, она уже вписана в пресс-релиз Банка Англии, отчет, который ежемесячно, он так и называется, инфляционный отчет Банка Англии, кредитного комитета по монетарной политике, который публикует каждый месяц, по-моему, вместе с протоколом, если не ошибаюсь, он публикуется с минуткой. Так что все входит в тот формат, который я ожидался, ничего нового, но я бы придерживался покупок, если вдруг каким-то боком случайно фунт покажет какой-то уход вниз, даже на 100 пунктов, я бы с удовольствием брал, конечно, со стоп-лоссами, даже, может, они будут пробиты, мы никогда не знаем, где ловить ножи или где наш стоп-лосс будет пробит, но я бы бросился к покупкам медленно хотя бы там, ну, допустим, если у вас обычный лимит 0,5, по 0,1, 2-3 раза покупал бы, поэтапно заходил бы на рынок. Не так сразу бросился бы, а по чуть-чуть скупал бы с осторожностью какой-то. Вообще лучшие сделки, это, конечно, те, которые, где вы не видите верняка, а немножко осторожничаете, где вы думаете, что что-то не похоже, ну ладно, вроде это подходит под мою стратегию, вот инфляция, то все. Вот у меня лично так, когда я говорю, ой, верняк вообще, да куда еще он может пойти, кроме как туда, это оказывалось не очень хорошей сделкой. Окей, давайте посмотрим технически, что еще мы можем по фунту сказать, где еще можно его поймать, если уж фундаментально, а мы пока об этом говорим, да, наш вебинар все-таки посвящен фундаментальному, фундаментально нам тренд задан, траектория движения и направления нам заданы, давайте посмотрим, где же lines, а вот lines, давайте посмотрим, собственно, где его можно поймать более или менее безопасно, дойдет, не дойдет другой вопрос. Ну вот уровни, первый уровень, где его можно поймать вот здесь, но мне не кажется, что туда нам дадут зайти. Во-первых, вот эта свеча пост, смотри, видно, пост, да, видно, пост Brexit, ну не Brexit, а пост-роспуск парламента, да, она уже вывела из себя, ну то есть, как сказать правильно, она уже испарила все переживания по поводу Brexit. Если уж какая-то вероятность была, что где-то там оппозиция, подпольно что-то будет делать, вынесут в парламент, кто-то заблокирует, то распустив старый парламент, Ванесса, Ванесса, что я говорю, Тереза Мэй, Ванесса Мэй, Тереза Мэй дала нам понять, что все, и этого риска уже нет. И если мы, фунт падает на этот уровень, на прежний, это или снова появляется какой-то глобальный риск, типа Brexit, в том виде, в каком он был, или же я не знаю. Поэтому я не ожидаю, что нам так легко дадут, то есть, вот ставить сюда байлимит, да, ой, почему-то у меня 30 лотов здесь включены, какие 30 лотов, это CFD осталось, ставить сюда байлимит немножко наивно. Я бы медленно по 0.1 скупал при пробитии вот этого уровня, ну такого локального флета, или касаний, нет, касаний 0.1, еще половинку, ну если у меня 0.5 лимит, еще там 0.1, столько же, еще ниже прикупил. Вот таким образом где-то здесь уже собрал бы, с переживаниями, конечно, со страхами, поэтапно входя, но вот, насколько я вижу, фундаментально нам указали, куда идти. Если ФРСная часть, долларовая часть этой пары нас не подведет, с фунтовой частью в плане ее роста все в порядке, инфляция нам намекает, что держите, должен фунт отыграть эту чрезмерно высокую инфляцию. Если, конечно, это не разовый всплеск на 2.7. Так, ну давайте с фунтом закончим. И вернемся к календарю нашему. Видите, что я открываю. Секундочку. Вернемся к нашему календарю. И посмотрим, что у нас дальше. Есть торговый баланс еврозона, ну не столь важный или вообще не важный. ВВП по еврозоне вот вышел один в один на уровне ожидания. И тебя же не красный, не зеленый. 1.7 ожидали, так и случилось. 0.5 ожидали в месячном, в квартальном осечестве. Так и случилось. 0.5. Это предварительный. Его еще будут пересматривать, потом конечный публиковать. Ну, в общем-то, все неплохо. А вот ZW, этот индекс экономических настроений, показал чуть ли не, в общем-то, новую локальную эйфорию. 35, так высоко не было, аж там с начала 16-го года, когда обвалились фондовые индексы мировые, с тех пор растем, 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 растем. Хотя когда-то в 15-м было и выше, вон 64 было. Ну, ничего особенного. Ну, текущие условия, это у нас были ожидания, да, индекс экономических настроений. Текущие условия тоже оказались выше, но это не столь важный. А, ну вот целый уже индекс, а вот целый индекс, который не текущий и не этот, а сводный, наверное, оказался хуже. Ну, ничего страшного, это не помешало евро уйти на новый локальный максимум. Так, векселя Испания размещала, разместила с отрицательной доходностью, но она оказалась выше, чем в прошлый раз. Что еще у нас есть? Строительство новых домов, ну, не вижу в этом какую-то важную статистику, тем более вышла она, ну, примерно столько же, сколько и было. И в месячном исчислении вместо роста получили 2,6 падений. Ну, не думаю, что это столь важно сейчас. Можно сразу пропускать. Так, Redbook, отлично. Производственные мощности на прежнем уровне даже нет, лучше, то есть со спросом проблем нет. Мощности загружены больше из там тысячи станков, грубо говоря. Если утрировать, 767 включены в работу, фуллтайм, да, работают на полную мощность. В прошлый раз было 761 из тысячи, сейчас еще, грубо говоря, если вы изменяете в станках, запустили еще 6 станков. Хорошо, экономика развивается, проблем со спросом нет. То есть, если бы загруженность была меньше, это означало бы, меньше закупают, поэтому не стоит производить так много, не стоит загружать все мощности, потому что спрос не успевает за производством. Или наоборот, да. Что у нас еще? Про производство в Штатах показывает тоже хороший уверенный рост, неплохие данные вышли. Кстати, что там у нас с индексом, с S&P, давайте глянем. Я-то на рынок сел, смотрел свою цену, а ничего, ничего, стоит на месте. Не впечатлили хорошие цифры этот индекс S&P, да, индекс американский. Вот Америка разместилась уже с положительной доходностью, чуть меньше, чем было в прошлый раз. Возможно, в прошлый раз размещение было прямо под повышение ФРС, ожидания были роста ставок, в этот раз чуть-чуть успокоились, и вот размещение было 0,69,5%. Видите, французы размещаются под отрицательной ставкой, испанцы даже размещаются под отрицательной ставкой. В какой-то веке Испания с огромным внешним долгом размещает долги с отрицательной ставкой. Ну, я улыбаюсь, потому что совсем недавно их называли PIX, эти страны, да, с низкими рейтингами, были страхи, Италия, Испания, Греция, кто еще у нас PIX? Португалия, вот, вот почему PIX. Португал, Италия, Спейн и Грис, да, вот эти четыре страны, такие свиньи, PIX, да, дословно. А сейчас они размещаются с отрицательной доходностью, потому что в еврозоне ставки низкие, риски уже рассосались, ЕЦБ не дал никому исчезнуть с лица земли ни одному банку, ни одной стране, выкупил все, ну, собственно, правильно и сделал, зачем нужны лишние Лимон Бразерсы, зачем нужны лишние 2008 года, даже 10-11, лично, собственно, идет о 10-11, европейский долговой кризис. ЕЦБ все разрубил, взял все на свой баланс. Каждый месяц скупают по 60 миллиардов, было 80 разных облигаций, из них, конечно, большая часть государственные. Ну, и, собственно, вот так поддерживает ликвидность на рынке, это и есть монетарная политика. Ничего плохого в этом нет, если, конечно, не перебарщивать. Окей, среда у нас по Австралии какой-то очень важный, я его все время вижу, особо не слезу, Вестпак какой-то индекс я пропущу, потому что, ну, буду врать, если буду расшифровывать, что это значит, я не знаю. Дальше, Британия безработица мало кого волнует, она практически равна американской, все с ней в порядке, заявки безработицы тоже не важны, объем строительства в еврозоне, наверное, вообще малозначимый, а это еще будущее, еще не было. И вот уровень инфляции, годовое исчисление ждут 1,9, то есть, вы помните, в Британии уже 2,7, а в еврозоне 1,9, вот почему, на мой взгляд, Банк Англии уже может какие-то действия совершать. Вот если бы не Brexit, уже давным-давно бы подняли ставку, но Brexit такой тормозящий фактор, который держит, ведь если уже Драги заговорил о том, что в принципе как-то намекнул, да, при инфляции в прошлый раз 1,5, то сам Бог вылел Банку Англии при инфляции 2,7, уже начать задумываться о том, начинать задумываться о том, не все ли так плохо в королевстве с инфляцией. Так, вы что-то пишете. А, на календарь не переключился, извиняюсь. Вот, переключаюсь, переключаюсь. Сейчас вернусь. Напишите, если видно. Вернусь и все снова покажу. Да, вот, собственно, показывал цифры. Давайте быстренько пройдемся, потому что не был включен. Так, Викселя, Испания, мы говорили, отрицательная заявка. Рынок недвижимости не волнует сильно. Производственные мощности обсудим. Да, со среды начнем. Тут у нас в среду уже рынок труда Британии мало кого волнует. Безработица она стабильная. И вообще это давно не проблема в UK. А вот уровень инфляции в еврозоне, сравнивая его с Великобританией, можно сказать, что если в еврозоне было 1,5 и уже шли разговоры о том, видите, евро, да, где находится? То есть разговоры действительно шли. Даже если их не озвучивал Мария Драги, если их на пресс-конференции не давали, не форсировали, не преувеличивали важность всего этого, но все же разговоры об этом были, и евро уже это отыграл, то что уж говорить о Британии, где инфляция 2,7, так сам Бог велел поднимать ставку. Но Brexit такой фактор, который, наверное, еще долго будет влиять на умы и бизнеса, и политиков. Так что это единственная причина, наверное, по которой не спешат с поднятием ставки. Лучше чуть-чуть опоздать, чем спешки туда-сюда гоняться, то повышать, то понижать. Уже было в Европе такое несколько лет назад, повысили и остановились, испугались. Или наоборот понизили, нет, повысили все-таки. А вот Германия, обратите внимание, вот тут очень близко находится размещение штатов по 30-летним бумагам. А, это ипотечным кредитам. Нет, давайте посмотрим, штаты 30-летние размещаются как. Где-то было, секунду. Я просто хочу сравнить 30-летнюю ставку в США и 30-летнюю ставку. Нет, ее здесь нет. Ипотечная это немножко другое. Ну и ладно. Так, где я был? Где я был? Я был вот здесь. Да, вот в Германии, например, 30-летние облигации, бонды, да, государственные, они приносят всего 0,87%. То есть, настолько рынок не верит в такой сильный рост ставок, настолько Германия достаточно стабильная в плане, как заемщик государства, и ставки низкие в еврозоне. И рынок не верит, что долгосрочно они будут слишком высокими. Что вот для 30-леток, учтите, что такое 30-летка, это не значит, что вы должны держать эту облигацию 30 лет. Нет, но, по крайней мере, если вы сейчас покупаете 30-летнюю облигацию со ставкой 0,87, то в ближайшие 30 лет ставку изменить уже будет невозможно. Все, на ней уже прописан купон, вы купили облигацию, на ней черным по белому написано. Ежегодная ставка, которую вы будете получать, если будете держать до истечения облигации, до экспирации, то аж целых 30 лет. Она 0,87. Завтра хоть потоп, хоть риски взлетели в космос, и доходность стала 7%, 10% неважно, вы не будете получать больше. Так что инвесторы, покупая эту облигацию, уже фиксируют, почему называют облигации инструментами с фиксированной доходностью. Потому что все, купил, уже все зафиксировано. Если дефолта не будет, будете получать свои 0,87. Вот такую низкую ставку готовы получать держатели облигаций германского, немецкого правительства. Так, идем дальше. А вот ипотечные, вот это Mortgage Bank Association, или как расшифровывается, 2,4, 30-летки 4,23. Ну, по сути, это ипотека. По сути, получается, ставка по 30-летним ипотечным кредитам, ипотека, ну, может быть, без оценки ипотечного банка 4,23. Вот по такой цене они размещаются, я так понимаю, не уверен, конечно, не ловите на слове, я так понимаю, что ипотечные кредиты, это может быть два случая. То есть реально кредиты ипотечные 4,23, и может быть это секретаризация, то есть облигации, которые размещают банки, выданные кредиты, они комплектуют в облигации Mortgage Back Assets, а нет, это Mortgage Back Assets. Они их на рынке размещают другим банкам, другим фондам по 4,23. Это не ипотека, а та ставка, по которой ипотечные организации, типа, там, я не знаю, и банки те же, могут откомплектовать и размещать. Ну, в общем-то, все равно она высокая, это же ипотечная ставка, а не государственная. Так, прямые иностранные инвестиции в Китай. Выходила же цифры, что за ерунда, я не пойму. Это же на этой неделе было, я ночью сидел, смотрел Блунда, секундочку, я вернусь. Я ночью сидел, смотрел Блумберг и увидел, как вышла эта цифра по Китаю. Она оказалась странной, но он говорит, что нет, эта цифра будет в будущем. Я уже видел такую цифру, ну ладно. Так, запасы сырой нефти. Да, вот смотрите, запасы сырой нефти для тех, кто нефтью торгует. Очень сейчас важно, в прошлый раз впервые за долгий период упали запасы. Тут могут быть две версии. Какая-то сезонность, временные изменения или же решение ОПЕК только-только начало сказываться на рынке. Отнятые от рынка 1,8 млн баррелей нефти, только сейчас рынок стал их чувствовать. И вот почему резко сократились коммерческие запасы сырой нефти, которые считает этот институт энергии и чего-то. Так что, если в этот раз мы видим снова большую отрицательную цифру, ну окей, придется еще немного подождать обвала нефти. Но если снова плюс, рост запасов, хотя рынок ждет все-таки изменения вниз, то все идет по плану и дорога нефти вниз. Так, среди четверг у нас. Япония давно не интересовалась. ВВП тут видите, рост ВВП в годовом отчислении 1,7. О, в коем-то веке Япония. ВВП у них растет такими вот уже бешеные виды темпы. Хотя было когда-то 2,2. Так, Австралию пропустим. Безработица вот такая в Австралии. Ну не самая низкая, но такая терпимая. Индекс цен на жилье в Китае. Кстати, достаточно важный индикатор индекс цен на жилье. Ведь говорят же, пузырь именно в Китае, именно в недвижимости, особенно Гонконг. Там однушка стоит по цене, я не знаю, московской, не, московская плохой пример, испанской виллы. В Москве тоже все-таки недешево. Так что, если тут начнут какие-то проворачиваться экстраординарные, форс-мажорные цифры, статистика, то ждите того, что рынки наконец отыграют это и поймут, что вот он, пузырь раздувается, пора валить. А вот во Франции безработица достаточно высокая. Она исторически была такой, собственно, удивляться не стоит. Социально развитое, что ли сказать, государство, большие пособия. Экономика такая немножко тормозящая, молодежь обнаглевшая в этом смысле. Сидят на пособиях, и никто не спешит, видимо, искать работу. Вот она действует. Хотя по еврозоне такие же цифры не лучше. Вот в Британии, да, хорошая, низкая. В Дании, там, не знаю, это не в розоне, просто в Дании, в Нидерландах, в Северной Европе тоже очень низкая. В Японии вообще 3%. Так, Испания размещается под 1,5% в десятилетке. Ничего интересного, ничего интересного. Ну и, наконец, вот этот индикатор, его уже никто не вспоминает. Ну, в общем-то, по идее, теоретически это должен быть очень хороший индикатор. Сейчас мы к Максу Антипину вернемся, он написал комментарий. Очень должен быть хороший индикатор в теории, потому что это индекс опережающих индикаторов. Это такая сборная солянка нескольких индикаторов, который намерен, что ли, да, создан для того, чтобы предсказывать будущую ситуацию. Но почему он не работает, я не знаю. Давайте посмотрим, вообще работает или нет. Но, видите, важность низкая. Я давно не слышал, что кто-то цитировал или приводил в пример. Почему же он не открылся? Приводил в пример этот индикатор. Может, он вообще не открывается. Два раза на держать. Не, не открывается. Хорошо, природный газ у нас по четвергам. Драги выступать будет. Тут интересно, что он скажет. Хотя, если он на заседании ничего интересного не говорит, то что уж говорить о таком внеплановом выступлении. Тут еще несколько человек из ВЦБ. Меш, Лаутеншлягер, немец, скорее всего. И Мейстер, нет, не Мейстер, а Драги, итальянец. Так, окей. Пятница. Да, Бейкер и Юрч, как обычно, 712 выше к нам. Было в прошлый раз. Но это нефтегаз. Там отдельно надо смотреть и по нефти, и по газу. Но, в общем-то, ничего интересного на этой неделе, сверхинтересного, кроме британской статистики, которая уже вышла. К счастью, я такие моменты люблю. На мой взгляд, опять же, не будем говорить, что это истинно последней инстанции. На мой взгляд, не смог рынок дисконтировать, что ли, отыграть эти цифры по инфляции, по ряду причин, о которых мы говорили. Возможно, тут есть такой арбитраж, или нет, как сказать, арбитраж. Возможность. Вполне вероятно, что здесь есть возможность отыграть рост фунта в будущем. Не факт, но, возможно, есть. Так что ищем вход по фунту. Ищем моменты входа на лонг по фунту. Если инфляция нам дает зеленый свет, банк Англии, мы еще не знаем, как проголосуют. Это мы узнаем еще не скоро. Буквально недавно было заседание. Так что вот так можно на просадке, на времени, когда еще очень много времени ждать до заседания. И трейдеры кто-то уже продает, потому что достаточно выросло. Фиксирует кто-то еще что-то. Если фунт просядет, то, мне кажется, есть какая-то возможность небольшими порциями заходить и ждать, что фунт отыграет. Окей, давайте вопросы тут рассмотрим. Сначала Макс Антипин пишет, валится жилье в РФ, так что скоро этот пример будет не так актуален. Я уже потерял нить. О каком примере шла речь? РФ тут немножко при чем? Можно в двух словах? Я просто потерял, о чем речь шла. А, окей, окей, да. Как дорого в Москве жилье, да. Ну да, пора уже, пора уже. Вот, пятиэтажки стали сносить, потом еще что-то. В общем-то, я по экономике РФ давным-давно медведь. И что-то она, в общем-то, держится, держится, молодец. То ли нам говорят, что она держится, на самом деле реальные доходы падают. Вон Путин сказал, что реальный доход населения растут. Не знаю, верить ему или нет. Говорить, что растут. Ну и ладно. В общем-то, по мне давным-давно уже должен был быть восьмой год. Ну, по индексу РТС, да. А он все держится вон уже, сколько там, достаточно высокий уровень. Так, второй вопрос. Арвис Шавелис спрашивает. Если USD будет провисать... А, повышать, извиняюсь. Если USD будет повышать ставки, и USD будет расти, это не остановит GBP-USD рост? Да, вот я уже говорил, что при условии, что ФРС еще не скоро, да, там заседание, что ФРС не будет нам форсировать события, и уже на выступлениях, на каких-то там речи Елен, речи там Мейстера, не будет нам намекать на то, что двух повышений до конца года как бы мало, экономика вон как растет. Мы видели уже, да, в календаре экономика растет. Да, это при условии, что ФРС не нажмет на газ. Если все останется как есть, сопроводительное письмо какое-то такое, или до 14... Когда там заседание? 3 мая было, да, недавно? До 14 июня. Давайте посмотрим, когда заседание. Я уже забыл, когда заседание. Вроде вот совсем недавно было. По-моему, 14 июня. Целый месяц еще впереди. Открываем сайт CMA Group, нажимаем, вот здесь Trading, инструменты, Interest Rates, и находим FedWatch. FedWatch 2. И сейчас откроется, надеюсь, откроется. Да, вот открылся. 14 июня, все правильно. Вероятность роста повышения ставки 73... Нет, подождите, 70... Да, 73%. Есть шанс, что повысит ее. На июль... На июль все-таки так и остается. Вероятность, что сохранят. Ну и давайте конец года посмотрим, 12 декабря. Вы видите, да, надеюсь. И уже на конец года вероятность сохранения меньше 50%. Ну и не такая высокая... Да, два повышения. Все-таки все так же остается. Два повышения до конца года. Вот оно, первое, уже фактически рынок считает, что с большей долей вероятность почти 74%. И на конец года сохранение остается 41, уже на втором уровне, наверное, на выросшем. Так что вот так. Окей. Всегда мне интересовалось, что в этом PDF. Давайте посмотрим. Или он тоже самое опубликует в PDF. Вот я открыл PDF. Давайте посмотрим, что нам предлагает. Нет. Вот так. Портрейт. Откроется что-то или нет? Да, открылся. А, то же самое. То же самое, только уже в PDF. Ну окей. Я просто думал, может какой-то расширенный отчет. Так что да, вы правы. Always при условии, что FRS ничего не будет. Вот так, теперь Ан пишет, можно еще пару слов о нефти. Давайте вернемся к нефти. Тут такой более расширенный кейс можно сделать. Что происходит по нефти? 25 мая ОПЕК соберется на свое очередное заседание. И возможно продлит действие тех квот, понижение квот, которое было полгода назад, 30 ноября и потом 10 декабря, добавили еще страны, не входящие в ОПЕК. Россия, Казахстан и другие. Рынок, наверное, уже это все отыграл. Более того, Bloomberg несколько раз показывал какие-то молнии, какие-то breaking news, где говорилось, что, собственно, Саудиты и Россия уже намекнули, что все будет, все в силе, квоты продлят, действия квот продлят. Как он намекнул, Bloomberg не писал вот в этой короткой молнии, новости он не писал, ответимый на вопрос Макса тоже заодно. Так вот, 25-го я жду, что с большей вероятностью, с абсолютно, наверное, такой львиной долей шансов ОПЕК сообщить нам, что продлевает эти квоты. По идее, это не должно никого удивить. Но помните, 30-го ноября тоже повышение, снижение квот не должно было никого удивить, а нефть улетела до 54-го. А так что я не удивлюсь. Но мне не кажется, что рынок настолько глуп, чтобы два раза наступать на те же грабли. Мне кажется, продление квот уже в цене, и по идее, если рынок не отыграет эту новость или отыграет ее сторону, наоборот, повышению, обрадуясь тому, что как хорошо, ура, ура, кого-то все еще в силе, то это очень хороший повод шортить, очень хороший повод отыграть эту эйфорию рынка. Но он не должен вроде этого сделать, хотя я и в прошлый раз так говорил, а вот рынок взял и обрадовался. И, на мой взгляд, ввиду того, что сланцевики поставили на рынок ровно столько, я показывал график, кажется, на вебинаре, у меня он где-то лежит, ровно столько, сколько отняли с рынка ОПЕКовцы. Плюс дисциплина, конечно, не самая лучшая в ОПЕК, хоть они пока вроде неплохо соблюдают. Насколько дальше сланцевики готовы покрывать все недочеты, все недостачи нефти на рынке, это пока неизвестно. Но ОПЕК же не сокращает еще на какую-то величину. Он просто говорит, мы снова добываем нефти на 1,8 млн в день ниже, как добывали в марте, как добывали в апреле, в мае. Продолжаем добывать также мало. На мой взгляд, это не должно отреагировать сильно в сторону роста. Рынок, по идее, должен остаться на месте. А вообще идеально, если рынок настолько эффективен, настолько играет на опережение, понимает, дисконтирует, отыгрывает все, что уже произошло и еще произойдет, то в таких вот условиях, если рынок силен с точки зрения эффективности, то я даже жду понижения. Мол, ну и что же вы нам обещали, что же вы сделали. Подумаешь, продлили свои квоты и все. Дальше. Что касается сланцевиков. Весь вопрос в том, насколько обширен рынок, насколько много нефти таким способом можно быстро поставить на рынок. Пока с этим проблем нет. Количество буровых растет, 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 растет. Поставки на рынок с ладом, конечно, с большим задержанием. Задержка приходит, приходит, приходит. Давайте откроем техническую картину. Немножечко, конечно, разочаровало меня, зайдя в канал обратно. Все-таки оттуда можно было бы хорошенько шортить. Вот давайте сделаем... Ой, что это сейчас? Выкли. Переключу. Давайте начнем с выкли картины. Посмотрим, что мы видим на выкли. Так, видно, да, надеюсь. Там еще вопрос был. Да, уже видно. Вопрос был, насколько ОПЕК влияет на рынок. Да, я добью этот вопрос, конечно же. Пока открою график. Так, выкли. Где он был? Лайнс. Как-то, наверное, да, вот так. Чуть-чуть жирная получилась линия. Давайте ее сделаем менее жирной, чтобы видно было вообще, что под ней лежит. Вот такой вот был. Смотрите, сколько касаний. Раз, два, три, четыре, пять, даже два раза коснулись на свече. Потом пробили, улетели в них. И вниз, и сейчас вот уже, по сути, заходим, зашли в этот канал. Это, конечно, плохо, что зашли. Но что делать? В прошлый раз ОПЕК тоже, ОПЕК-фактор, вот нам теханализ испортил. Ну, то есть, это нормально, что когда такие важные факторы, кто-то что-то сказал, там, к Саудит, принц Саудитской Аравии, что-то лякнул, извиняюсь за выражение, с нефтяной, министр нефтяной промышленности, Кювейта что-то сказал, и вот так поколебались, и зашли в канал. Окей. Как зашли, так и выйдем, может быть. Давайте перейдем на дейли. Тут все-таки дейли более важный таймфрейм, и на нем лучше видно. Да, вот здесь вообще видно, что зашли. Мне кажется, делать пока нечего. Если будут уровни какие-то близкие к 54, к 55, со страхом, на свой страх и риск, можно зайти в лонг, в шорт, извиняюсь, в шорт, поставив стоп-лосс на предыдущий максимум, пускай это будет там 55 с копейками, в ведущий максимум, ну и ждать снова снижения вниз, думая, что ОПЕК ничего не сделает. Теперь, насколько он влияет на рынок? Ну, конечно же, не так силен, как 10 лет назад, и тем более десятки лет назад. Связано это как минимум с тем, что, во-первых, контролирует ОПЕК уже меньший объем нефти, 34%, да, все меньше и меньше. Во-вторых, американцы приходят на рынок и отнимают у ОПЕК долю поставок на нефть. В-третьих, ОПЕК вынужден идти на скидки, на реальные скидки, то есть он своим прямым партнером, куда он поставляет нефть, например, а рамку компания так делала, саудовская, напрямую делает скидки. То есть, грубо говоря, вы покупали у меня по цене бренд, теперь покупайте там бренд минус 1 доллар, там, в ближайшие 6 месяцев я буду продавать со скидкой, чтобы удержать их, а то они пойдут с нацелеком. Вот такая идет борьба за рынки. Американцы все на рынке, скажем так, испортили, да, в кавычках, сделали рынок более диверсифицированным для поставок, теперь и они уже игроки на рынке, и вот приходится воевать за каждого чуть ли покупателя. Что еще не на пользу ОПЕК играет, чем отличаются предыдущие, точнее, давайте так, что выгодно для ОПЕК, выгодно отличается текущий момент от предыдущего, хотя я, конечно, не уверен, что раньше такого не было. Это координация вне ОПЕКовских стран и ОПЕКовских. Последний раз удалось это сделать, была такая большая проблема, проблема Ирана, они не соглашались со всем ОПЕКом, их можно было понять, и вот в последний раз удалось уговорить ОПЕК, уговорилось уговорить Иран, более того, помимо Ирана, еще и подключились другие страны, не входящие в ОПЕК, поддержали ОПЕК, свои 5 копеек вставили, это эти 5 копеек, 600 тысяч баррелей в день, то есть нефти на рынке стало не на 1,2 млн, как это ОПЕК обещал и сделал, а на 1,8 млн. 600 тысяч пришли от стран, не входящих в ОПЕК. Вот это единственный плюс для ОПЕКа нынешних времен, чем он отличается, наверное, от прежних, это уже сплоченностью. Но, опять же, это очень хрупкая сплоченность, даже говорят, ходят слухи, что она удалась благодаря там звонку Путина, еще там кого-то, ну, то есть сегодня, вчера был звонок, сегодня нет. Вчера послушали, сегодня уже бюджет важнее. Да и вообще, вчера звонил кто-то кому-то, а сегодня отказался, потому что уже как-то сами не хотят. Но это не говорит о том, что ОПЕК сплоченный, и у них интересы, самое главное, сходятся у всех. Нет, у них не сходятся, все страны не сошлись в снижении квот. Иран хочет какое-то время для себя преференции держать, иметь те же квоты, что и были, а вот когда их добыча достигнет уровня пресанкционного, вот тогда они подключатся, как все. Иначе они говорят, вы добывали, добывали, цена была 110, 120, вы по дорогой цене продавали, инвестировали в свою экономику, а я не мог. У меня были санкции, я сидел, даже нефть продать не мог. Не то, что инвестировать в инфраструктуру и добычу, я даже нефть продать не мог. Так что извините, ребята, дайте мне вернуть уровни добычи на прежние, и потом вместе с вами я буду соблюдать квоты. Это позиции Ирана. А с другой стороны, почему эти страны должны отвечать за косяки Ирана? Санкции-то не просто случайно, а вот рейным образом выбрали. Санкции-то Ирану были, так сказать, не на пустом месте, не случайно, а в общем-то был косяк. Так же, как и по России санкции не лотерей выбирали, а было за что, да, так скажем. Так, Макс спрашивает, а за объемом потребления нефти вы следите, либо они нации с опросковой? Смотрите, Макс, на самом деле потребление на рынке, или спрос, да, назовем спрос на рынке нефти, с одной стороны, он не важен, потому что он не меняется так сильно. Спрос, он настолько стабилен, особенно, сейчас мы дойдем до косяка Ирана, и объясню, он настолько стабилен, что не так сильно меняется, чтобы прямо отслеживать его. Индустрия развита, да, есть потребление, и бензин, и промышленность, ну, как-то, так или иначе, 94 с лишним миллиона баррелей в день, потребление дневное, оно, конечно, меняется, но не так волатильно. Но, с другой стороны, я читал, даже смотрел видео одного российского аналитика, экономиста, о, не соврать, Мовчан, фамилия, Третий Рим возглавлял он фонд, потом развалился фонд, ну, неважно, очень грамотный аналитик, такой, не кренлевский, да, а достаточно независимый у него мнение, он готов говорить о косяках, если они есть. Так вот, он говорил, что почти все бумы на рынке нефти связаны не с изменением потребления, нет, а с спроса, да, а с изменением прогноза на этот спрос. Как только прогнозы на спрос начинают расти, какие-то мировые институты говорят, что вот мировой, помните, 5-6-7-й год, один в один так и было, причем он это на цифрах показывает, вот, бейте в YouTube, я сейчас, так сказать, прорекламирую коллегу, ну, не сказать, что я прям фанат, следил за всеми выступлениями, но вот именно это выступление мне понравилось, оно было действительно таким, опиралось на эмпирические данные, просто, видите, мовчан, там, о нефте, по-моему, у Тинькова он рассказывал, да, по-моему, он рассказывал об этом, нет, вру, это было отдельное выступление с презентацией, такое, по-моему, даже было как вебинар, что ли. Так вот, вроде спрос важен, потому что все ближайшие, последние изменения связаны с тем, что прогнозируют изменения рост спроса, и вот рынок начинает расти, но как таковой сам по себе спрос, если вот так изменивать каждый месяц, сколько был, каков был спрос, он не влияет на рынок, потому что он просто не волатилен. Теперь, косяк Ирана, сейчас потихонечку дойдем до последнего вопроса, у Ирана был косяк, это энергетическая программа, ядерная программа, международный энергетический, что там институт по атомной энергетике, их не допускали сначала, своим ядерным разработкам, и долгое время у Запада было подозрение, что Иран под шумок развивает свою ядерную программу, и вот им сказали, ребята, у нас нет контроля, мы не можем удостовериться, что вы не врете нам, не допускаете, там косячите, давайте так, санкции и все. Теперь, как дежурные по рынку, знаете, какими европейскими и американскими компаниями перешли нефтяные месторождения Ирака и Ливии? Вот, к сожалению, я не слежу именно конкретно за лицензиями на выдачу этих компаний, знаю, что в Ираке Лукоил очень активно работает, но, я, наверное, скажу вот, что, не придерживаюсь такой мысли, идеи, что американцы зашли в Ирак из-за нефти, что сейчас это, если даже это было тогда, как идея, что сейчас это актуально, американским компаниям это перешло, и теперь они контролируют, ну, не совсем это правда, не совсем это правда, у американцев свои нефти, как грязи, так что, мне кажется, там очень много компаний работают, получают лицензии, нет, Лукоил, может быть, до санкций, да, может быть, вы правы, до санкций работал, но вот после того, как, грубо говоря, американцы вошли, Афганистан, Ирак и так далее, там все равно Лукоил продолжал, исторически у них там сильные позиции, продолжал получать какие-то контракты, вот конкретно, ExxonMobil ли получает эти контракты, Chevron ли получает, как они там имеют, что это, соглашение о разделе продукции, или какая-то другая форма, в эти подробности я не вдаюсь, хотя, конечно, полезно было бы почитать, поинтересоваться. У нас 3 минуты остается, так что я, наверное, поинтересуюсь, есть ли какие-то еще вопросы, да, по инструментам пройдемся, по нефти я уже сказал, пока нет никаких сигналов, не вижу, по крайней мере, я, я там медведь, само собой, да, кстати, помните, я на вебинаре говорил, что вообще-то моя идеальная цена 50, вот, чем ближе к 50, сверху или снизу, там, 49,50, 48,50, 49, тоже неплохие цены, а, давайте я свой покажу счет, как обычно у меня такая традиция, свой счет, на котором я торгую, ну, не только акциями, или не столько акциями, но и опционами, и разного рода инструментами, вот, я его включу, прям с нуля, не картинка, да, интерактивный, так сказать, этот самый, посмотрим, что здесь происходит, 120,818, да, это уже близко к рекордным уровням цифра, 121, наверное, не было никогда, это уже, да, счет растет, потому что он последнее время, из-за нефти колебался, вот у меня они, 50-е путы, и 50-е кол, где-то есть июньский, то есть, моя идеальная цена, это где-то 50, плюс-минус, ну, я вижу, что я близок к этой цене, июньский, опцион на нефть, истекает, буквально, со дня на день, потому что фьючерс истекает с 17-го, а опцион истекает за несколько, а, не видно, секунду, секунду, надеюсь, сейчас видно, видно, вот баланс, 120, ну, как баланс, это текущая стоимость, баланс-то вообще там выше, если ждать стечения, и сильно ничего не изменится, будет выше, текущая стоимость, 120,818, надеюсь, сейчас видно, да, вот, посмотрим, чем закончится, 17-го, нет, 22-го истекает, извините, фьючерсы на нефть июньскую, значит, за несколько дней истекают уже опционы, то есть где-то вот с 16-го, 17-го максимум, но это и по ценам видно, обратите внимание, например, 45-й путь, вот сейчас цена 48-65, казалось бы, 45 рукой подать, а он стоит 1 цент, то есть рынок не верит, что мы дойдем до 45, потому что так мало времени осталось, вот он и стоит 1 цент, или 52,5 кол, ну, это, конечно, не так близко, все-таки 4 доллара осталось, но тоже 1 цент, то есть все, умерли эти опционы, их деньги, деньги по ним премии сели мне на баланс, я их положил в карман, ну и все, те, кому я обещал отдать нефть, купить у них по 45, если будет ниже, извиняюсь, такое слово, да, облажались, ничего не получили, и те, кому я сказал, если будет выше 52,5, выше 55, я вам дам приходить, тоже сильно, скажем так, лоханулись, извиняюсь, я другое открыл, так, ну да, у нас заканчивается время, всем, наверное, удачи на рынках, профита, золото я не обсуждал, потому что ничего пока не вижу там интересного, дошло до интересных уровней, откатило вверх, что еще я могу сказать, ну, S&P на максимумах даже делать нечего, начнется коррекция, я брошусь опять шортить, не начнется, будем сидеть, ждать, я не знаю, в четверг уже успеем поставить в календарь новый вебинар или нет, уже две темы мне предложили, может даже три, может даже три, вот сегодня буквально и по золоту предложили провести тематический вебинар, ну, по крайней мере, май у нас уж точно забит, если не в этот четверг, то в следующий, я просто не знаю, Адмирал Макс будет готов, успеет уже вот сейчас эту программу на сайт поставить, и до четверга набрать людей, если да, отлично, в четверг встретимся, если нет, то в следующий вторник, а потом и в следующий четверг, всем удачи на рынках, будьте здоровы, профита вам, жду вас на следующий. Я извиняюсь, я забыл сказать, те, кто из Риги, 25-го я у вас, 25-го я в банковской школе, высшей школе выступаю, и приходите, будет интересно, бесплатный семинар, будет очень много людей, пообщаемся, но это для тех, кто живет в Риге. Все, спасибо. Спасибо.